Всем привет, ребята! Сегодня я хотел бы поговорить на тему двух гитаристов. Так или иначе, начинающие музыканты, музыкальные коллективы сталкиваются с массой вопросов по этой теме, будь то подключение в запись или же внутреннее композиционное построение внутри вашей музыки, или же вообще просто необходимость этого на данном этапе развития вашей команды. Очень многие коллективы набирают клавишников, скрипачек, двухгитаристы, потом не знают, что с ними делать. И вот чтобы всё это не превратилось в бесконечное пустословие, я решил разделить сегодняшнее видео на три основных тезиса, три основных абзаца, которые помогут вам ответить для себя на все эти вопросы, надо ли вам два гитариста или не надо. Первое у нас будет это подключение одного гитариста в команде в два усилителя. Это очень ходовое решение, которое позволяет решить многие аспекты, но при этом неверно поднимается обычно. Второе это у нас сам звук от двух гитаристов, то есть именно что касательно аспектов звука, для чего это используется, какие тут плюсы и минусы. Ну и третье это, конечно, композиционное построение для музыки в два гитариста, потому что зачастую реально используют как-то это всё недостаточно целесообразно, недостаточно максимально выжимают из своего музыкального состава. Так вот, начнём с первого. Это подключение одного гитариста в два усилителя. На самом деле решение действительно ходовое, доступное. Я в своё время раньше использовал для этого процессор DigiTech. Купил я его на авито за 1000 рублей. В принципе, очень большое количество цифровых маленьких приблуд, буквально с Алиэкспресса за 1000-2000 рублей, обладает стереовыходом. Если говорить о репетиции, то там в первую очередь самое главное не полигональность, то есть не качество реализации звука, а именно, так сказать, удобство мониторинга и приятный тембр, и читаемость в первую очередь для всех участников группы на репетиции. Поэтому использование таких вот дешёвых вещей в цепи — это ходовой элемент в музыке. И для чего это делать в первую очередь? Если вы играете, скажем, в три инструмента, у вас есть барабанщик напротив вас, есть бас-гитарист рядом с ним, есть где-то вокалист, на них направлены колонки, то так получается, что вы и свой усилитель гитары направляете в их сторону. И здесь выход какой? Или же вы, получается, стоите спиной к усилителю и слышите уже не тот частотный диапазон, вам уже звук глухой, им слишком резкий, или же вы стоите, получается, опять же, рядом с усилителем, или же рядом с барабанной установкой, и опять же гайдите свои уши, свой слух, вам громко, там не слышно, неудобно. Вот чтобы всего этого избежать, я использовал два выхода, то есть стереоподключение. Я подключал большой комбик обычно. Ребята направляют чистые на них, и там они даже сами себе кое-что накручивали, как им приятнее, а погромче, потише. А себе я ставил небольшой комбик на небольшой громкости, направляя на себя. В итоге барабанная установка блага, она очень громкая, и ее в комнате слышно отлично. Бас-гитара стоит комбик подальше, то есть я ставлю от него далеко, и от меня хорошо доходит звук. И при этом мне, опять же, у себя есть свой как бы монитор, на самом деле свой усилитель, где я под себя настраиваю звук. Это очень удобно, это, естественно, очень помогает во время репетиции, и то же самое зачастую можно было бы использовать на концерте. Ну, о концернах сейчас поговорим отдельно. Почему это все-таки не способно заменить двух гитаристов? Сегодня хотел бы посоветовать вам канал Guitar Mania. Зачем? Ну, допустим, у вас дешевая китайская гитара, извинят лады. А там есть видео в помощь о том, как их отшлифовать. Допустим, вы студент-гитарист, и цель вашей жизни – сэкономить. А там есть видео, где подскажут, как и на чем в гитарном деле можно сэкономить. Допустим, вы решили записать демку без барабанщика. А там есть видео о том, как сделать барабаны на обычной клавиатуре. Ну, и еще масса видео об уходе за гитарой настройки. Отдельная фича – это разучивание рифов для новичков. В общем, динамично развивающийся канал с высоким качеством картинки и звука для гитаристов. Так что прямо сейчас можно тыкнуть на ссылку в описании и попасть прямо туда. Ну, и, конечно, подписаться. Вот, что касается сейчас подключения, у меня есть преамп МТ. Там у него трехканальное подключение. Я могу подключаться одновременно, получается, в линию, в микшер. И звук будет гитарой идти из колонок. Допустим, когда у нас вокал, саксофон, и все в колонке включается, то я, естественно, подключаюсь с ребятами, вот, из колонок идет, или мне. И при этом могу еще подключиться в комбик для барабанщика. И при этом могу еще как прямо подключиться через ретер, еще в один комбик. И еще у меня есть в педалборде еще один. Это кабинет, чтобы я мог подключиться даже в два каких-то там микшера. В общем, самое разное подключение – это эмуляция кабинета. Хамелеон тоже от МТ. Тоже я активно пользуюсь. Ну и, в принципе, из микшера можно по-всякому развести. Так что в этом понятии именно подключение в два усилителя, в две, там, в линию усилителя – это удобство в первую очередь. Что касается концертов. Необходимо ли подключение в два усилителя на концерте? Многие именитые дядьки так делают. Ну, во-первых, дело в том, что даже в маленьких клубах на 80 человек обычно звук с комбика снимается микрофоном. Усилитель может перекричать барабанную установку в таких клубах. Он берется с запасом по мощности, там, на 100 и больше ватт. Но нет смысла, во-первых, убивать усилок. А, во-вторых, звукорежиссер намного удобнее, даже если не позвучена барабанная установка, забрать микрофоном звук на небольшой громкости из усилителя. Он пойдет у вас в порталы уже в стереорежиме. То есть уже будет стереозвук, не только из вашего комбика, более объемный. И более того, естественно, звукорежиссер с помощью планшета, банальных приложений, с помощью даже какого-то микшера механического, сможет вам поднастроить звук прямо во время выступления. То есть он сможет вас по балансу прибавить, убавить. И поэтому на такую схему перешли почти большинство даже маленьких клубов. То же самое с басом, собственно, происходит. Ну, барабаны или позвучиваются, или частично позвучиваются, или вокалы. Этого сегодня касаться не будем. Но факт в том, что у вас уже как бы из вашего монокомбика идет стереовыход. И тут вот уже как бы нецелесообразно, потому что вы идете на две колонки. Другое же. Дело в том, что при подключении в два усилителя, в хороших усилителя, вы можете получить более плотный звук не за счет того, что там некоторые высчитывают задержку по кабелю, то, что там происходит, или прочее. Нет, за счет того, что два разных усилителя дают разный звук. И тут возникает вопрос самоподключения по цепи и насколько качественны усилители. Если речь идет о действительно продуманном подключении в два усилка, в хороших усилка, ламповых, с разным похожим, но при этом чуть-чуть отличающим с тембром звучания, или же в области конкретные свои два усилка, которые знают, что они очень хорошо сочетаются, потому что они все равно будут потом забираться микрофонами и идти в те же самые колонки. И у вас есть время на солнечек, чтобы все это качественно настроить, тогда пожалуйста. То есть это же подключение можно использовать для того, чтобы сделать ваш тембр богаче. Скорее богаче, нежели плотнее, потому что все-таки задержка – вещь тут весьма условная. С этим все понятно. То есть подключение одного гитариста в два канала – это доступно, это дешево во многих случаях. И это целесообразные репетиции, на каких-то концертах, где есть время, если у вас большое свое оборудование, но в маленьких клубах, на каких-то мини-фестах, где все по-быстрому подключаются, вас все равно будут забирать микрофон и выпускать в две колонки. Все равно будет стереорежим, ну такой вот из моно в стерео, и все равно будут вас регулировать потом. Поэтому тут вот такие вот условности, такие нюансы есть. И я бы не стал это равнять с двумя гитаристами в команде. Почему? Изначально принято записывать особенно тяжелую музыку в стереорежиме. В стереопаре, то есть есть дубль на левую, причем в цифровую эпоху 100% влево отодвигают одну гитару, и пишется вторая, дубль точно такая же, но 100% вправо отодвигается. Для чего? Дело в том, что если вы возьмете просто один сигнал к гитаре и его разделите на два канала, по сути будет то же самое моно. Просто оно будет громче и будет конфликтовать частоты между собой, потому что будет все идеально ровно наслаиваться. А если вы сыграете это точно так же, с одинаковой точной динамикой, хороший гитарист сыграет на хорошем звуке, и вы раскладываете это на два канала, то получится реально плотнее. При этом частоты не будут пересекаться, потому что с точки зрения каких-то миллиграмм, миллиметров, математически они разные. Но на слух человеческий и, в принципе, по темпу, по метру они одинаковые. И вот эти микроналожения происходят, и получается реально звук более плотный. Поэтому метод записи дабл-трека это незаменимая вещь не только в тяжелой музыке, но и вообще, если хотите добиться ширины звука, особенно если гитары высоко поднимаются в миксе, чтобы максимально была объемная запись звучала. Если хотите вот это все получить, то это обязательно. И то же самое, тот же принцип, он используется на концертах, в металл-бендах. Дело в том, что я вам объяснял, что чем больше звука от инструмента идет, тем меньше от него нужны ноты. В тяжелой музыке зачастую играется один риф. Причем буквально не квинтами, не аккордами, а прямо-таки по одной струне, как в Мастеров Папец, заглавный риф. Он же играется, одна нота одновременно. И могут две гитары его играть, и это будет все делаться для плотности. Даже не в музыкальные интервалы. Принцип тот же самый. Просто два гитариста, которые одинаково хорошо, одинаково четко, одинаково слаженно, с одинаковой динамикой по долям, то есть где-то сильнее, где-то слабее, все у них точно одинаково вызубрено. И на хорошем оборудовании, с очень хорошим динамически читаемым звуком, играют одно и то же. И получается тот же самый принцип дабл-трека. Получается плотность. Вот эти микропересечения в звуке. Получается насыщение. И вот вы из двух получаете одно мощное, задавливающее, плотное, заполняющее риф весь зал. И поэтому это используется в тяжелой музыке. Но при этом надо понимать, что если вы начинающий коллектив, если вы играете кривовато, и отклонение у вас чуть больше, чем эти микро, у вас получается уже общий звук теряет именно атаку. Теряет динамику. Получается расхлябанность звука. Туда-сюда, шаля-валя. И получается каша. Вместо приобретения точности, качества, сочности рифа, вы получите его наоборот расхлябанность и кашевидность. И казалось бы, и даже один гитарист может звучать, будет оказаться и лучше, чем два вот таких вот. Поэтому большинство начинающих метал-бендов звучат как стена кашеобразного звука, какофония. Более того, я не зря сто раз подчеркнул, касаясь именно качественного саунда. Потому что начинающие ребята обычно играют на педальках Death Metal, Metal Core, каких-то китайских вариантах на цифровых процессорах дешевых. Где читаемость тоже оставляет желать лучшего. Где очень такая сильная зернистость, песочность звука. На усилителях, которые явно не для металла предназначены один по 10, один по 8. Ну, такие вот. Не 4 по 12 ламповый стэк, естественно, у нас нигде почти не стоят. За исключением в Москве, там бывает на репазах. Поэтому здесь вы, в принципе, не можете даже и отрепетировать нормально. И, естественно, отыграть. Если у вас плохой звук у одного гитариста, который плохо играет, и к нему прибавить второго гитариста со звуком ещё хуже, с ещё более рассыпанным, расхлябанным, с ещё более кривыми руками, и вы начнёте всё это одновременно играть, то, естественно, у вас не получится того эффекта, как у крутых металлбендов. Естественно, это будет в минус вашей команде, нежели в плюс. Поэтому в этом смысле два гитариста для плотности, конечно, круто. Ну, если всё по уму, если всё идеально сделано, всё сбалансировано, всё отрепетировано. И самое главное, для чего используются всё-таки два гитариста, это, конечно, композиционная составляющая. Переходим к третьему. Играть в три инструмента, ребят, надо уметь. Причём это очень ответственное дело. Я играю в три инструмента, и, естественно, многие мои друзья знакомые, и все соглашаются в одно. Ну, потому что картина получается максимально голая. Если вы не играете какой-то там дезметал, где постоянно очень много звуков, бласбитов, и то там будет заметно. Любая ваша лажа, любая ваша ошибка, она при игре в команде в три инструмента, она на виду. Её сразу слышно. И, собственно, звука самого мало. Вы должны настолько филигранно выставлять ноты, чтобы всё это складывалось в картину большой, объёмной, и настолько максимально использовать ваши инструменты. То есть это максимум звуков, максимум аккордов. Это довольно насыщенный бас-гитарной партии с рисунком, а не дубляж, просто гитары по тонике. Это барабаны тоже всякие разноплановые, а не просто там что-то там железо громкое, мощное. То есть это целая философия игры в три инструмента, подбор звука, даже педали подбирают уже другие. Ну, в общем, это можно углубляться, можно запариваться, можно не запариваться. Но смысл в том, что дополнительный инструмент — это, конечно, хорошо. В плане того, что даже какая-то там кривоватая игра по аккордам на заднем плане, она уже понизится по громкости и сделает звук плотнее. Поэтому многие вокалисты используются как гитаристы при этом. Не очень гитаристы, но звук реально становится плотнее и красивее. Но самое главное, что это даёт больше возможностей для композиции. Для гитариста, играющего одного в команде, очень тяжело сочинить новую песню, потому что повторяться-то нельзя, надо придумывать что-то новое. А каждый раз что-то новое, каждый раз что-то новое выступление, когда у вас всего одна гитара, это намного сложнее, тяжелее. Хотя и придаёт больше интересности в задачах. А когда у вас два гитариста, у вас возникает возможность всяких там различных музыкальных приёмов композиционного построения. Например, я сейчас не смогу вставить видео, я сделал отдельное видео с доступом по ссылке в описании. Потому что даже свои песни я, оказывается, не могу вставлять. Видно iTunes, я не знаю, что-то там, какие-то проблемы без меня решили. Но факт в том, что мне запрещают даже видос выкладывать. И я даже хотя бы на своих примерах вам там сделаю пример, как это всё может звучать. Так вот, во-первых, можно, конечно, использовать, как две гитары играют одно и то же, но я уже сказал, что это используется обычно на перегрузе. Нет никакого смысла играть по аккордам одно и то же, как это делают, когда можно использовать вторую гитару более музыкально. Одна ритм, а вторая соло. Это даст намного больше звука, намного больше плотности, потому что когда вы играете по аккордам на гитаре, по шести-пятиструнам, и так, это шесть-пять звуков, это не на дисторшне один, это очень много разных звуков, разных нот, и не с чем добавлять ещё одну гитару. Тем более, что бой это рассинхронная вещь будет у вас, очень много будет отслоений, и звук станет более расхлябанным, нежели более красивым и точным. Поэтому, если два гитариста акустических играют боем одно и то же в команде, это, конечно, очень тривиально. Второй, мы лучше перейти на соло. Стандартный ритм и соло, аккорды и какие-то солирующие вещи. Третье, это, допустим, вы можете играть один квинтами, на дисторшне, а второй вести музыкальную линию, солирующую линию какую-то, не соло, а мелодическую линию. Потому что соло, оно свободное в размерности, а это именно вот восьмими долями, какую-то мелодическую линию вести. Третье вы можете для уплотнения использовать. Допустим, один играет квинтами, второй играет октавами. Вверх-вниз, какие-то рисунки разные, вы сможете разнообразить, опять же, ваши припевы, сделать их более объёмными на фоне куплетов и так далее. Четвёртое — это когда, допустим, на одной гитаре играются флажолетики, что-то тонкое, а вторая гитара наигрывает какие-то нотки, допустим, флажолетофоном, а вторая играет по аккордам какие-то. Не базовые аккорды, не открытые, какие-то более высокие позиции. Дальше это какие-то арджировочные вещи, когда всплывают какие-то звуки, какие-то мелодические нотки, подчёркивающие. Дальше это применение акустической гитары, причём она используется даже, когда у вас записаны перегруженные в дабл-трек. При этом ещё и акустику пишут задним фоном. Это американизированная вещь, она до нас дошла, наконец. Применение акустики, снятой микрофоном, именно микрофоном, конденсаторным или стереопарой в миксе — это всегда очень круто, и это реально делает вашу песню богаче и красивее. Я даже записываю так, что у меня идёт электрогитара боем, у меня идёт какая-то аранжировочная линия, и у меня ещё идёт акустика боем. И вот здесь я дублирую, потому что разные инструменты, они, соответственно, дают разный контраст. Ну, стараюсь, чтобы не пересекалось, более-менее, но слушать надо, конечно, записали, послушали, если это реально делает богаче, то это круто. И ещё множество-множество-множество вариантов. И отсюда же возникает проблема, как нам быть, потому что мы взяли группу Клавишника, а он учился в музыкальном училище, а их там учили исполнительскому искусству. Сам он что-то сочинить не может. Это очень часто, кстати, с музыкантами-опыскниками классических заведений, то есть у каких-то музыкальных школ. Самого опыта сочинения нет, его тоже надо развивать. И поэтому, если у вас изначально много инструментов, то, конечно, будет тяжело разложить по уму, где у вас будет звучать клавиша фоном, где солирующий, чтобы не мешать вокалу, где гитаристу одно играть, где второе. Для начинающих ребят, не зная даже музыкальных интервалов, не зная тональности, не зная вот именно гармонии чёткой, что они играют, какая гармония в композиции, это базовые вещи, но при этом они их не знают. И уместить в ней очень много инструментов тяжеловато. Получается перегруженный микс, получается перегруженная композиция, и даже от вокала, от хорошего припева, оттягивают вот эту вся плотность инструментальная, ненужные ноты, потому что ещё начинающие музыканты, они стараются всегда повыпендриваться, они стараются как можно больше себя запихать в композицию, как можно больше нот от себя, чтобы мне было слышно на концерте, мне было что поиграть. Хотя на самом деле надо отнимать максимально всё лишнее, чтобы осталось самое главное ведущее в данной теме. В вступлении-то будет пускай ваша гитара, но, извините меня, в припеве, это в песенном варианте, это, естественно, вокал. Поэтому вот такие вот вещи, это, конечно, тоже требует опыта. Ну, исходя из того, что я сегодня сказал, какие делом выводы? Первое. Подключение в два усилителя – это крайне полезная вещь, очень интересная, и должен это иметь при себе каждый гитарист, который позволяет это сделать на тот или иной случай. Но это никак не заменяет в суровых реалиях жизни, в наших рок-клубах, никак не заменяет эффект от двух хороших гитаристов касательно металл-звука, как касательно эффекта дисторшн, то есть, да, более плотного перегруза в стереопаре и в игру двух гитаристов, потому что у нас два хороших ламповых усилителя и временное подключение найти нереально. Поэтому эта вещь, она отдельная. Два гитариста могут звучать круто, звучать могут очень плотно, если это хорошие два гитариста с хорошим звуком, ну или хотя бы средние. И также два гитариста могут помочь вам сделать вашу композицию более богатой. Но для этого вам надо развиваться музыкально, качать какие-то табулатуры, хотя бы начать с этого смотреть, наблюдать, как комбинируют, какие варианты бывают у других гитаристов, какие-то там затакты там, может быть, делать и так далее, смещение, акцентировки по ритмическим рисункам. Вот это всё сначала в первую очередь идёт, потом, чтобы все эти были пересечения линии, потому что очень много команд с двумя гитаристами, они в тупик складываются. У них все песни становятся одинаковыми, потому что один гитарист начинает играть ритм на акустике, а второй играет пару ноток, мелодик. Один гитарист там начинает играть постоянно тоже, опять же, какие-то ритмические вещи на дисторшне, а второй замыкается в ему сопровождении октавах и соловка в нужном месте. И в итоге все песни композиционно получаются одинаковые, порядок у них одинаковый, и вы не используете весь потенциал ваших инструментов. Ну, естественно, это всё очень плохо. Поэтому тоже в этом плане надо подходить к каждой композиции по-новому и пытаться выяснить, вынудить для себя что-то новое. Ну, в принципе, в этом смысл занятия музыкой. Получать от этого максимальный кайф, саморазвитие от этого. Вот. И, собственно, думаю, стало всем чуточку понятнее, что, как, где использовать. Как обычно, получилось много, но, надеюсь, и было полезные вещи, полезные мысли для начинающих ребят. Всё. Всем пока. До новых видео. Ставьте лайки. Соответственно, как обычно, пишите комментарии, какие вопросы вас волнуют. Пишите мне, как обычно, ВКонтакте. Ссылка в описании. Можете добавляться в друзья. Как только там прокачаем страничку мне, наберём достаточное количество подписчиков, я буду там делать такие вот тоже минимальные вставки, ответы на вопросы, потому что, ну, их делать надо. Отвечать по одному, это нереально. Для этого я завёл видеоблог. Всё. Всем пока. До новых видео.